всем привет ты попал на канал вилка это значит что нужно взять печеньки готовиться к лучшему время при прождению за день а мы продолжаем с тобой смотреть тот или спас 7 серия первого сезона что мы рано начали чуть-чуть чуть-чуть рано возможно нет возможно нормально не знаю где-то мы там наверно ликнули момент интересный прикинь я смотрю опять опять возвращаемся к монтажам totally spice тут монтаж totally spice это всегда самое увлекательное где-то есть момент где вот а вот эта вот табличка totally spice и переход в следующую сцену и в русском дубляже нету черного экрана а в американской версии есть и поэтому звук там короче в конце бы съехал поэтому пришлось черный кусок немножко подрезать погнали смотреть погнали кстати серия вышла на ю тубе она же вообще очень миллион просмотров набрала практически но она очень хорошо показалось подожди 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 жди жди оп давай еще тебе специально на на репите включу песен вот мы идем и нет преград нас не остановить вот мы идем не ждем наград нам нужно победить дали спать опять буду сейчас сидеть и завидовать их из пудреницу скинули кстати если пудреница и бы я бы и она стоит 30 тысяч рублей, ее уже продали. 30 тысяч рублей я бы ее, конечно, не купила. Реально, 30 тысяч за экспутеренцию из пластика, ну ладно, там с каким-нибудь мини-экраном из Tamagotchi еще окей, но не 30 же тысяч, но там крайне... Tamagotchi купить нормальный новый от Xiaomi стоит полторы тысячи рублей, если вот купи и перекрась его в экспутеренцию, вот тебе будет типа... Если вы знаете еще вариант, можете присылать. Ты тогда этот ценовой диапазон-то развивай типа до тысячи рублей. До двух тысяч рублей. Даже с половиной я бы купила, до трех. До трех, то есть ты до трех готов? Да. Отлично. Самое время сказать, что если ты сможешь это видео, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши там, как тебе серия, как тебе реакция. В Telegram у нас есть общение, тоже может туда залетать анонсы, а также есть ранний доступ, эксклюзивы на Boosty и заказ серии, который ты можешь сказать. Да, еще ссылка на экспутеренцию, я жду. Банк Феникс. Чем могу помочь? Простите, сэр. Для начала давай все деньги сюда. Чего? Не двигаться. Ну, а это, это... Это подстава, это подстава. Это кто-то переоделся в них? Нет. Они поняли, что Джерри, они устали работать на Джерри, работать за еду. И говорят, надо воспользоваться своим положением, своими технологиями, чтобы наконец жить и ни в чем себе не отказывать. Нормально? Поддельные шпионки. Вот, вот оно. Беверли Хиллс, старшая школа. Я так не говорил. Это было в школе. Ну, кстати, да, зачем такое нажимаем, давай. Так мы сейчас сидели и думали, они, не они. Та-да! Вот, она ограбила банк и, смотри, смогла себе позволить какую-то блатную футболку, которая мигает. Ну, я считаю, такая футболка явно стоит дороже 30 тысяч. А-а-а! Как? Девочки, как? Симпатичный наряд. Здорово. Я буду напоминать этому новичку его родине. Откуда он? Из Техаса. Я пошла. У вас наряды какие-то похожие. Одинаковые, наверное. Это, типа, знаешь, есть магазин специальной техасской одежды где-нибудь здесь, у них в моле. Они заходят, и там чисто одинаковые футболки и одинаковые штаны. Выбора нет. Если ты не занят завтра, мы могли бы потанцевать, как принято, в Беверли-Хиллз. Какая гостеприимность. Я с удовольствием. Отлично. Я зайду за тобой в 8. Ты украла мой наряд. Я подошла к нему раньше тебя. Мэнди сама его придумала, правда? Это точно. Билли сделал свой... Мне больше клавер нравится, конечно, у него он чокер какой-то, браслеты. Надо было сказать, что... Молли? Монди? Минди? Как ее зовут? Мэнди? Мне нравится, как ты укатываешь. Давай еще. Да Мэнди, Мэнди. А это... А надо было сказать, что это Мэнди сама придумала наряд и клавер у нее украл идею. Твой выбор. Она украла мой наряд. И ей-то так просто не пройдет. А что? В центре школы. Отлично. Сейчас не хватает только глупого задания от них. Неудачно и не вовремя. Со шпорами. Вот здесь, конечно... Он... Короче, я поняла все. Что? Он понял. Он такой, типа... Вы стали... Злодейками. Злодейками. Вас нужно арестовать. И включил электрическую фигню. И что? И все, и все. Он сейчас им не поверит. Ну да. Вот я, кстати, не знаю. Вроде бы мудрый дядька сидит, да? В управлении. Должен быть более логичным. Цели сообразным. И всякое такое. Принимать адекватно взвешенные решения. Он берет и думает, что это реально они ограбили банк и сажает их в тюрьму. Это, конечно, страна. На всякий случай он перестраховывает. С учетом того, вообще, вот с учетом того, как нам показывают, что Джерри может их вызвать и высосать и всосать из любой точки города, видимо. Из любой щели. Из любой щели, да. Из любого отверстия их просто втягивает в свое управление. То, по идее, у него, наверное, везде должны быть камеры. Он должен... Он просто даже, если где-то произошло ограбление, он, ну, по камерам там должен посмотреть. Ага, они в это время были вот тут. Значит, это точно не они. То есть, его техника, его возможности дают ему право, так сказать, адекватно оценить ситуацию, чтобы их вот так не клеветать. В чем дело, Джерри? А разве вы не знаете? М-м-м. Кит! Джерри, это шутка? Мы не грабили банк? Вы огорчили меня, девочки. Посадите их в электромагнитную комнату и сменить программу. Что это значит? Мы имплантируем чип хорошего поведения в ваш мозг. Больше у вас не будет агрессивных мастеров. Чип хорошего поведения, прикольно. Это странно, потому что они, наверное, ну, несовершеннолетние, потому что они учатся в школе. И что? Как бы согласие родителей, ну, нифига себе, это же операция какая-то. Это секретная организация, о которой никто не знает. это это организация которая подчиняется только иллюминатам поэтому они имеют право делать все кстати о чипе покорности знаешь если так подумать в аватаре нам показывали когда школу и классно вода огня как они там обучаются такой что им там сразу с рождения вкалывают чип покорность но там их просто воспитывают с младенчества поэтому извините но это не в моей власти эти электромагнитные ботинки такая гадость все равно это лучше чем микрочип в мозгу мы должны сбежать отсюда найти грабителей и восстановить свое имя удачи что ты делаешь и странно что злодей который их подставил он знаете странная мотивация злодея подставлять именно их такое ощущение что они самые сильные самые умные самые талантливые опытные шпионы во всей во всем мире что именно их на от них надо избавиться а все остальные шпионы в этой конторе они типа не о чем не хотят свой подростки короткое замыкание я снова могу пошевелить ногами но мы все равно под колпаком ненадолго да и все они убегают тревога я должен вживить микрочисткой головы нравится и сидят как они нарисованы такие люди в черном берите все что можно нам пригодится любая помощь шпилька наушники спокойно девочки мы скоро закончим джерри конечно такой такой жесткий что же за кружок сейчас узнаешь что джерри говорю такой жесткий дядька здесь что этот как будто бы это не он знаешь может его тоже подменили либо он реально я не знаю почему то вы верят преступниками либо его подменили потому что но он прям такой я да я у даже шансы им не дает понимаете высказаться типа а как же детектора ложи а как же какие-нибудь приспособления которые читают мысли лезут воспоминания или что-нибудь еще такое вот это вот навороченное это все почему сразу чип покорности ничего не знаю как нам от них оторваться пора полетать как я заведу эту штуку у меня нет цифровых часов сделай что-нибудь сделай что-нибудь уже самому пожилого отпустили блин дед ну вот с учетом того что он не поверил нашим девчонкам он это заслужил его жалко не всегда его жалко шпыняли неужели джерри мог такое сделать нам лучше сесть на землю там нас не увидят рядом с этим складом видишь рядом случайно они же они же привыкли им дают всегда с голосовым управлением типа вперед назад направо налево взлетаем садимся а здесь самим самим нужно что-то делать а у них нету летательных прав тут понимаешь у них лого компании огромное на вертолете убытки кто будет его замещать компания ну да хотя с другой с другой стороны он может сказать у меня украли это не моё и чё ему такие ну да ну да а с другой стороны если эта компания подчиняется иллюминатам то он может ничего не платить ему за это ничего не будет кто виноват рыба мой зажим для волос это последние технологии это настоящий мини спутник мы сможем быть а еще мне нравится что каждый раз им джерри дает какие-то штуки вот эти вот для красоты вся фигня интки и сейчас они сами зашли в эту комнату набрали себе всего-всего они думали что они набирают что косметику нет они тоже думали что они набирают что-то наворочено но просто что да не ну типичный лазер возможного плаза же почти в каждой серии есть а тут бац и спутник нифига себе прикинь спутник из шпильки видел не такую соединиться главному компьютеру посмотри на кадры видеокамеры которые нам показывал джерри мне кажется джерри должна быть кнопка которая все выключает вот вот о чем я это и хочу выключать а все прибуды вот об этом я и говорю смотрите они будучи просто подростками девочками шпионками они замечают этот момент что псевдокловер облажалась а вы мышку мою не видите ладно псевдокловер облажалась а они там дядька сидит у власти уже сколько 60 лет наверное там в этом бюро другие там сидят тоже опытные шпионы какая-нибудь система аналитиков программистов они что посмотрели на это и такие здесь все ничего нет не но сейчас она же оставит улику а и девчонки заметили ну как бы даст там причем кстати почему-то улика на кактусе стала осталась раньше чем клавер в нее прошла она оставила кусочек лузки на кактусе может он еще там блузки там воде шпионский костюм банк кажется я знаю как пройти туда не вызывая подозрений они ничего не заподозрит держитесь уверенно тебе легко говорить ты не переоделась швейцаром они решили одеть самые беспалевные костюмы это выглядит как будто они знаете в хэллоуинском магазине купили костюм принцессы там я не знаю водителя пиццара водитель еще кусочек блузки здравствуйте сэр мадам чем могу помочь мы ищем банк в котором можно было бы открыть депозит и вложить муниципальные деньги мы первый раз и не знаем как мне знакомы ваши лица мы встречались это невозможно мы только что приехали сведенави сведенави это очень маленькая и холодная страна извините что вы нашли водитель нашел ключ от лимузина и мы поехали простите нам пора нас ждут в клубе ой сэр вы забыли свои усы это они ограбили наш банк а все исчезли ты пока спишь там уже все украли у тебя по моему это похоже на что-то живое смотрите в этом волокне следы днк человека оно в самом деле живое интересно кто будет шить блузку из живой ткани в ней ведь так неприятно в жаркую погоду она повредила не ткань а свою кожу здесь что-то написано вот и мы о том же а какой вообще блузке идет речь если там был шпионский костюм там была либо кожа либо шпионский костюм шпионский костюм красный а кусок на кактусе бежевый ну соответственно это была кожа мне больше нравится что камеры там с разных ракурсов стоят вокруг как с этого боку с того боку подожди подожди вот ты сейчас недооцениваешь это вообще-то редчайший вид кактуса который осталось всего два на планете один в этом банке авто а второй в музее ракфеллера поэтому как бы как не охранять кактусы вот ты думаешь банк на чем живет только на показе этого кактуса то что у него там украли миллионы это копейки по сравнению с ценностью кактус 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 даже себя в обиду не дает видишь шпионки какие-то пришли воровать банк и кактус только на из-за кожи сразу тяпнул и все и даже улику на себя зацепил лаборатория реплотек что это значит посмотрим в базе данных всегда удивлялся как они на днк еще умудряются писать название компании у них лога везде это вообще как это вы просто представляете это реклама микро реклама чтобы даже если муравьи уйдет даже вот они что не муравьи бактерия инфузория туфелька какая-нибудь по вас поползет и она такая по коже ага вот туда мне надо на пластическую хирургию иллюминаты владеют любым не знаю бактериями короче любым бактериями любым бактериями да ну ты понял а ты понял миром я хотел сказать этот материал создан в медицинской лаборатории девочки пора нанести им визит а я сяду за руль реплотек остров остров нифига себе я постараюсь мягко приземлиться на крышу готовьтесь реплотекция вот это да какое-то силовое поле эти птички не включили тревогу они настроены на любой металл который вторгается поле но как же нам осмотреть здание и не выдать себя то есть у нее сейчас нет типа ничего металлического давай обдумаем этот момент предположим все тканевая обувь там тоже без замка на шнуровке никаких клёбок браслет тоже на резинке веревка вокруг нее обвязана тоже без каких-либо креплений и ремня на ней нет а на лифчике есть эти как они называются чашечки ну ладно все предположим может быть тканями было бы заваливаться как удачно блин черт зачем я не оделась утроливчик чашками видю какая длинная веревка нормально мы получили картинку похоже кто-то делает здесь людей до эмбрион поднимите меня в чем дела у нас гости ну хотя бы в воду да так прям но я не знаю то какие то есть до этого нам пока что они не могут нормально приземлиться не сломав ничего сейчас они такой опасный трюк выполняют которые просто ну прикинь надо рассчитать скорость падения скорость своего движения увернуться от вражеских снарядов и еще подхватить алекс офигеть и при всем при этом я считаю что алекс еще и на кресло упала я считаю что если алекс приземлилась в воду это было бы имение болезненно чем приземляться вот так потому что скорость падений и вместе с самим вертолетом стычка все равно больно даже в кресле а когда джерри падал в кресло точно так же но тут она больше пролетела расстояние датчик как всегда чуть не влипли вы даже не заметили что мне пришлось пережить не говоря уже а что это это похоже на ноготь проверь его состав через компьютер сейчас днк будут ногти проверять а это новость к ловер смотри состав тот же что и на коже которую мы нашли это днк к ловер не может быть я бы никогда не накрасила ногти зеленым лаком ну никогда не говори никогда они убежали сэр я недооценивал их такого больше не должно повториться это джерри нет это кто-то другой это либо кто-то новый либо кто-то из прошлых кто хочет им отомстить типа между днк ограблением и лабораторией не знаю но перспективы провести еще несколько минут в этом здании мы в ловушке сейчас открывается а там Квоя Сэм Алекс нет ну авы то откуда или подожди или там за ними на вертолетах Типа прилетел Джерри и стрелял А не эти Я потому что думал что Я думаю это вот из острова Вот я тоже так подумал Но сюда же прилетел Джерри Значит это они датчик поставили Не эти прилетели Ну тоже смотрите Они прилетают к подозрительному острову И нападают на спинок Вместо того чтобы обследовать этот остров Или как-то вообще зацепиться за то что там происходит Так может быть это их дом Нет Что их дом Нет Да поэтому У них как бы нету нормальной входной зоны И поэтому Алекс спускается по веревке Всегда во входную трубу Они так по очереди Как Дед Мороз А было бы прикольно если бы прилетели сейчас вертолеты И из каждого вертолета выходили Алекс, Сэм и Кловер Типа вот прям толпой Вы окружены Разбегайтесь Оцепить периметр Не давайте им уйти Я крайне недоволен работой Джерри в этой серии Почему? Потому что он недорабатывает Он же после стольких лет опыта Стольких лет вообще всего чем он занимался Он должен более ответственно подходить Обследовать, найти ДНК Найти улики Как-то проанализировать Провести допрос А он рубит с плеча Так сказать сразу Вот это точно они Я ничего изучать и исследовать не буду Сразу имплант им чипы в голову Ну это как-то странно Это точно профессиональное шпионское бюро Выглядит как дешманский чоп какой-нибудь Знаете, который Просто отмывает деньги И ничего не выполняет Опа, Кловер Это не настоящее Это не настоящее Ты в порядке? Конечно Ешь корюш Что теперь? Нужно выяснить Что при... Типа, знаете, она такая А что ты делаешь? Подмигиваю вам Исходит в лаборатории Пока Джерри не нашел нас Как мы проникнем туда? Там охрана серьезнее, чем Форт Нокс Я проведу вас Мне известен секретный вход Он находится в лесу Было бы прикольнее Если бы они, когда грабили банк На камеру так делали Типа, знаешь, подошли Их всех корюш И Джерри такой Это точно вы Стоит попробовать Как мы вернемся на остров? Вертолет захватили агенты Джерри Положитесь на меня Они ускользнули Вытащите агентов Мне очень нравится Как нарисованы их формы Да Ну такая, знаешь, как будто Леон Кеннеди какой-нибудь Да, да, да И то, что везде лого Это так правдоподобно Где мой самолет? Даже, даже самолет потерял И то правдоподобно Джерри такого не упустит О, Кловер Ты сломала ноготь? Да В лаборатории, наверное А еще зеленый лак Это все корюши Мне нравится такой цвет Мне нравится зеленый Это все корюши Ладно Успокойся Мне тоже нравится Ой, что такое Отпустите меня Что? Кто? Кто? Впечатляет? Правда? Я сам их сделал Я вырастил их из ДНК Кто это? Удивительное схожество Не правда ли? Ха-ха-ха-ха-ха А Кловер еще сердилась на Менди Вот кто действительно похож Постойте-ка Мне знакомо ваше лицо А мне нет Макер Взломщик сейфов После того задания Я целый год отпускала волосы Это падение не прошло Для меня бесследно После побега из тюрьмы Я создал этих клонов Из твоих волос Да-да Из твоих волос Теперь вас посадят За решетку Мои клоны ограбят Центральные банки Во всех странах В одно и то же время Кругом хаос А все Все подумают Что это Вы Братан Твой план вообще Настолько максимально абсурдный Что просто забей Да Они же сразу могут Одновременно Во всех точках мира Во всех банках Быть и воровать И реально Ты думаешь Что после такого Они все подумают Что это они Не Ну если все будут думать Как Джерри Без каких-либо Обследований Анализа И сравнения То да Все конечно подумают Что это они Но просто Логическое мышление Что они не могут Быть одновременно Во всех банках Я понимаю Если бы он такой Так здесь Поворуют Потом там Поворуют И была бы Какая-то последовательность Можно было бы Подумать Что это шпионки А так Это конечно Сюро Да Ты думаешь Это сойдет Тебе с рук Смотрите На посадку Девочки Еще и самолеты Розовые Никакые Офигеть Нифига ты там На строек Простите девочки У меня еще Масса дел Уберите их Кловер Ты жива Да Я и еще Сотня Кловер Вы их Видели Девочки Мы должны Выбраться Отсюда И остановить Макера Но как Нет Хорошо Что я купила Алмазные Споры Алмазные Нужно Спешить В Альпы Французские Альпы Выглядит конечно Нереалистично Макер управляет Клонами С помощью Передатчика Как нам Отключить Его Чистая игра Двухтысячных Смотрит В бинокле Там все такое Розовое Такое Нужно что-то Придумать Они уже Начали По местам Девочки Просто в играх Двухтысячных Уже такая же Графика Типа Пора Начинать Братан План твой Абсурдный Ты в курсе Нет Нельзя одновременно Быть нескольких Места Да Внешне Вы похожи На нас Проверим Как в остальном Кстати у шпиона Сколько я не видел В серии Ни разу Не было Огнестрельно Вооруживать Такого Они всегда Только на Харизме Дед Успокойся Ты таблетки Пил мне Джерри У него уже Около Джерри Тут других Ловера Кловера Сэм И Алекс Вполно Уже 500 штук Рядом Просто Он все еще За этими Гонится Ты как вообще Определяешь Что это те самые Мне кажется Он потом скажет Да я по приколу За вами Гоня Думал Мы в догонялке Игры Пойдет Пойдет В чем дело Почему они Не грабят Банки Что вы сделали С моими клонами О нормально Отпустим Пока Девочки Постойте Девочки Что вино осознал Не подходи Джерри Реально Мы поняли Что вы хотели Доказать Свою невиновность Хорошо Что вы не успели Сделать нам Лоботомию Примите Мои искренние Извинения Извинения По факту Ты будешь добиваться Нашего прощения До самой пеньки Так Во первых Нам пожалуйста Ставку часовую повыше Премию повыше Отпуск Когда уколы Неправильно Вот это сделали Для увеличения губ Вообще Короче Все будешь Делать Для нас Джерри Ты такой Вообще Косяч Ты вообще Заслужил Нет Места На котором Работаешь Реально Я вообще Не понимаю Он просто Реально Начал Их Обвинять Без каких Либо Доказательств Девочки Девочки Простите Меня Пожалуйста Девочки Такой типа Да ему так и надо Может быть он всю дорогу Джерри говорил Типа Да ты подумай Это не они Надо же исследование Провести Уже Ну ты че Нет едем Нет едем Это по любому Маги Да Влетелся в старшая школа А я говорил тебе Разыскивается Склонами мы расправились Теперь надо Отвоевать Билли И пристыдить Мэнди За кражу За кражу А ты не слишком Торопишься Мой новый наряд Она ни за что Не украдет Что за коровка Герл Украдет Украдет Не хочу тебя расстраивать Кловер Но И я взяла Фасон из этого Журнала Она сама себе Одежда Слез Мне стоит Извиниться Перед ней Ой Ах ты Моришка Билли Боб Девочки Знакомьтесь Моя новая подружка Альфа Правда оригинальна Твоя подружка Билли Я сделала Этот наряд Только для тебя Мне никогда Не нравились Девчонки В ковбойском наряде Поэтому я и уехал Из Техаса Ну так вам и надо Да ты на тебя Посмотри Смотри Какая ты уродина Расшила Сколько можно Мне тебя терпеть А чтобы такого Не произошло Чтобы такого Не произошло Надо было Сразу у него Сказать Тебе нравится В таком наряде Или нет А не вот Додумывать до него Что ему нравится И так наряжаться Да Правильно Он вообще сидит Такую супер технологию Нормально Да Он эту Техну выбрал Из будущего Прикольно Да Ну и с другой стороны Все равно Мне кажется Это у многих Так Типа Что Это как знаете Вот если он Из ковбойского Этого мира Из мира Техаса То ему наверное Все это уже Острочертело Ковбойская тема Конечно Он хочет себе Что-нибудь другого А противоположности Притягиваются Он как раз таки Что-то такое Будущее Так что Их план Они просто Еще не опытные Они еще вот Маленькие Юные подростки Поэтому Не знают Что это так Тут если бы они взяли Другой какой-нибудь Снаряд Ну бы понравилось Он бы возможно С кем-нибудь С ними И замыти Как тебе такая превьюшка Да нормально Ну ладно Я еще поищу Конечно Посмотрю Но вообще Прикольный Как будто Интересная серия Прикольные клоны Не знаю Пока все серии Которые мы видим Ну плюс-минус Я их как-то помню Из детства Я частично их видел Что-то я их помню И я все же Я вот думаю Там сколько сезонов Говоришь 7 сезонов Или сколько 5-6 Total Spice Это дофига В каждом сезоне Вот примерно Как тут 26 серий Вроде бы То есть это Это где-то 150 серий Примерно Да плюс-минус Total Spice Ну не может же быть Такое Что все серии Мы видели Типа Наверное Мы их многое Показывали Вот я думаю Может быть Просто показывали Там первый и второй сезон Постоянно на репите И мы видели Ну я вот пятый Помню Шестой Просто я жду Когда же уже будут там серии Которые я реально Прям вообще никак не помню Вот Или неужели Все Просто Вдумаешься Так 150 серий Ты в пятый смотрел Где они в универе Да-да Даже может быть Даже может быть Конечно их много показывали Но прикиньте 150 серий Это же так много Их все надо поймать Уловить Ты же не садишься Вот в захлёб Не смотришь Прям подряд Ты смотришь Как по телеку попадётся А это должно повезти Не повезти Тот же Да То есть ты можешь На одну и ту же серию 15 раз попасться А на какую-нибудь Вообще ни разу не попасться Вот И вот Есть что-то в этом Согласен В чём Попадётся То что вот Ты будешь смотреть То что тебе дают А не то что ты выберешь Да Это было интересно Это своего рода Как какое-то лото Ты играешь Как бы Ты знаешь Включаешь И тебе вот раздражает Типа А вторая вот подряд Будет или не будет Или там что-то другое Покажешь Или вот эти Тупые приколы Когда Начинают показывать Второй сезон Покажут 10 серий С второго сезона Дальше не продолжат Возвращаются К первому сезону И начинают показывать С нуля И ты думаешь Вы офигели Я только что это смотрела Реально Вот Эта речь Особо касается Каких-нибудь там Чародеек Например Когда Я вот последние Серии Сколько Шесть-семь Ну где-то Восемь серий Из-за второго сезона Я их даже не видел Ну там Почти не одну Несколько может И то частями Потому что Доходил до двадцатой серии И начинало Почему-то показываться Опять с первой серии Первого сезона Вот эти последние пять Либо я на них Не попадал Либо их реально Постоянно забрасывали И не допоказывали Никогда А еще знаешь Включаешь И такой А это первая серия Из двух Или вторая уже Типа Когда начиналась Вторая серия И ты такой Ес Это была первая Еще полчаса Кайфа Вот Как-то так Ладно Спасибо за просмотр Обязательно поддержи канал Подписывайся Ставь лайк Оставляй комментарий Пиши как тебе серия Как тебе реакция Залетай в телеграмму У нас там общение Аноса Подписывайся на Бустер И на доступ Эксклюзивы И увидим с тобой В следующей серии Всем пока Пока Пока